друзья всем привет в этот раз мы проверим как действует обыкновенный энергетик на кровь сейчас мы видим вечернюю кровь лучше сказать что не вечернюю а ночную это была уже практически ночь и ночь мне нужно было сделать днем я с обеда ничего не ел и картина получается у нас более такой голодной крови здесь мне получилось заснять очень такой активный лимфоцит это мы прямо видим работу иммунитета в действии так сказать лимфоциты это иммунные клетки которые стоят на страже нашего здоровья в данном случае мы видим как они сжирают все ненужное что попадает в кровь это вот в первую очередь бактерии и это видно как они за ними гоняются и их просто очень быстро уничтожают и пожирают сейчас мы посмотрим кровь после энергетика и запомните как двигается сейчас до энергетика как двигается лимфоцит и потом мы посмотрим как будут лимфоциты работать после энергетика и это очень интересно будет посмотреть запомните именно вот это движение и сколько бактерий сейчас данный момент и как они за бактериями гоняются ну вот я выпил пол литра энергетика состав его был из кофеина таурина и что интересно гуарану вот мы видим кровь после энергетика прошел час и энергетик в полной мере подействовал на этом увеличении видно что текучесть немного стало лучше но сам состав крови стал очень густой поэтому увеличение уже больше видно что кровь превратилась в такой густой кисель и такая вот киселеобразная масса получилась этом увеличении это 2500 раз увеличение видно что кровь закислена и появились сразу проявились эхиноциты это неправильные так сказать поломанные или испорченные эритроциты их можно увидеть они такие больше как такие ежики также видно что кровь до того густая что это такое желе получилось что свет от микроскопа не может пробиться через эту через эту густую массу поэтому немножко хуже видно вот на этом увеличении не хватает света мы смотрим на 5000 увеличения и тут хорошо видно эхиноциты вот например вот здесь вот после выпитого энергетика в крови им появилось больше бактерий в моем случае и лейкоциты просто взбунтовались их стало больше и они стали нападать кругом на бактерии и пытаться очистить кровь здесь интересный момент видно как два лейкоцита напали на испорченные эритроцит и порвали его чуть ли не пополам в общем результат налицо произошло большое закисление крови за счет скорее всего сахара большого количества и медицинский кофеин нам не помог в этом случае текучесть не не улучшилась лейкоциты увеличились но стали работать намного медленнее это и и и и и